Киевский район, стадион Донбасс-Арена. А подразделение следует. Из АПЧ-1. Цистерна, вы поняли? Понял. 10 утра. Донецкие спасатели принимают вызов. Сотрудники МЧС знают, это только учение. Но ответственности это не снимает. По тревоге выезжают 6 автоцистерн и одна автолестница. В условном тушении пожара участвует 45 человек. Первая минута реагирования и первая проблема. У нас были пробки на дорогах, час пик. И поэтому подразделение на данный пожар прибыло первое подразделение только через 10 минут от времени поступления сообщения. По оценке самих же спасателей показатель не очень хороший. Есть к чему стремиться и делать выводы. Хотя, если не считать пробок на дорогах, больше проблем в работе пожарных подразделений не было. Лично наша задача наших двух отделений была защита смежных помещений. Для того, чтобы не было распространения условного огня. Все было хорошо. Все у нас пожарные краны. Все было в отличном состоянии, которым мы воспользовались. Без затруднений. Сотрудники стадиона Донбасс-Арена, наблюдая за ходом учений, отметили четкость и слаженность команды спасателей. И заверили, что в случае чрезвычайной ситуации смогут предоставить и собственных специалистов и технику. Есть возможности у наших сотрудников, обученных специальным образом, приступить к первоначальным действиям по ликвидации пожара. Поэтому, в принципе, я бы оценивал в целом результаты этих учений как положительные. Сотрудники МЧС отмечают, такие учения дают возможность не только оценить свои силы, а изучить безопасность объектов на практике, проверить исправность гидрантов и найти, куда подключать шланги. Однако, отмечают, в реальной ситуации работать будет намного сложнее. Сотрудники МЧС Донбасс-Арены отмечают, это не последнее учение такого плана. В ближайшем будущем планируют отрабатывать эвакуацию людей со стадиона.